всем доброго времени суток с вами канал артмания сегодня мы с вами будем собирать жасмин вот у меня уже в мешочке для чая очень вкусный чай свой домашний сначала мы с вами собираем жасмин потом он будет видно что там я буду дальше собирать собираем пока у нас еще не разлетелся сейчас покажу вот он опавел пахнет ароматно вот так мы собираем собираем их побольше потому что они уменьшится в два раза как минимум пока они еще у вас нет не разлетелись соседей где-то он а сон дикий то вообще будет еще вкуснее дикие даже яблоки вкусные и выкладываем вот так вот сушить ее на листочки не друг на дружке лежали чтобы было много места потом покажу как она высохла очень ароматно пахнет очень приятно так также к чаю мы с вами будем добавлять яблочки у меня зеленые яблоки еще и недозрелые они такие кисловатые немножко потому что я хочу чтобы немножечко был моим чая аромат кислинки и яблоком то есть еще бы то добавок лимон обязательно вот и я здесь меня на заднем фоне сидит помогает мне димочка мой ребенок а ему два года дать ему будет скоро пока это видео выйдет уже будет два года вот строитель будущий вот и сейчас мы с вами будем резать и мы будем с вами сушить сушилочка приготовлено самое обычное яблоко зеленое а не помню с какого дерева я снимала вот это по моему жигулевское яблоко оно большое уже а это там не помню короче не столь важно отрезаем где-то так по половинкам а серединка у нас так вот должна быть квадратиком я всегда режу яблоки вот таким образом и серединка семечки остается вот здесь вот они их можно потоньше можно потолще оставлю так вот туда класть где вот тут есть уже семечко ее надо будет вынуть ну в принципе оставить я так думаю будет ароматно и все яблоки ну так вот режем и складываем так и так же мы наш чай будем добавлять лимон вернее цедру лимона данном случае вот этот цедру мы будем сушить а то что внутри лимон я положу сюда это для мохито вот следующие лимоны посмотрим может быть я даже наверное целые порежу их вот так наверно да скорее всего и целые засушу вот здесь мы будем его резать пополам потому что нам надо мякоть извлечь еще пополам и здесь вот будем сейчас пытаться никогда так не делала сейчас попробуем главное еще глаза беречь а то лимон очень любит в глаза попадать так же как и лук здесь у нас вот для мохито вот эти мы будем резать сейчас с вами штучку вот так у нас получились яблочки наши естественно они уменьшатся в два в три раза вот но есть яблочки еще добавить по большому счету можно мне кажется что угодно можно кстати листочки сливы они делают чай белый то есть белый чай с листочками сливы а вообще классно можно все это потом перемешать на кофемолоке кстати сделать как пакетик не заправду как пакетики сделать самим наверное с какой-то специальной бумаги такое чтоб не было проблем потом заваривать чай потому что многие чай не пьют я знаю потому что проблема потом лень выкинуть вот это вот из чайника вот пакетики проще вытянул пакетик кружку помыл и все пакетики это все 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 Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, нарезали и потом я в конечном итоге покажу, что здесь у нас с вами получилось из этого всего. Кстати, очень хорошо сушить дольки апельсина целые, потому что, допустим, на Новый год они очень смотрятся апельсины. Но я ещё ни разу не сушила, только всё планирую и планирую. Ну и ладно, давайте смотрите дальше. Так, ну а смотрите, у нас сверху цедра лимона, яблочко и лимон с мякотью. И здесь я оставляю просто две пустые, чтобы воздух не был таким сильно горячим. Чтобы по чуть-чуть доходил до сюда, до сюда и тут он где-то там двигается. Короче, вот так вот примерно. Стоит у меня на 60 градусов, больше нельзя иначе витамины убьются. Для этого можно даже сделать 55. Мы не торопимся, у нас вся неделя впереди, даже больше. И постепенно всё это засушится. И потом, когда уже будет конечный итог, я вам покажу, как всё засушилось, во что это превратилось. Так, ну вот у нас получились с вами лимончики. Корочки, вернее, лимончики. Ой, аромат такой вообще офигенный. Тут они вот потемнели, но он всегда темнеет. Лимончик, яблочко. Дима, подожди. Вот он потемнел так вот. Ну немножко, может быть, температура была высокая. Он типа как поджарился. Ну нет, они темнеют всегда. Смородина, малины я ещё добавляла. Мне вдруг почему-то захотелось. Может быть, это будет у меня отдельный чай. Посмотрим, если понравится. Я ещё засушу. Так, ну вот наши яблочки засушились. Их так мало стало. Здесь лимон лежит у меня. Такие вот они маленькие. Немножко они... Нет, они не совсем чтобы сухие, но не совсем чтобы мягкие. Такие сухие. Также тут чёрная смородина у меня была замороженная. Тоже высохла довольно хорошо. Единственное, она слепилась. И её с этих прутиков было очень сложно вытаскивать. Но ничего, вытащила. Довольно тоже всё хорошо. Так, ну и малина. Малина вообще получилась в некоторых местах. Кажется, что она сухая. Сейчас на неё нажмёшь и она просто покрошится. Тоже высохла очень хорошо. И наш лимон. Лимон у нас высохл в двух видах. Один вот такая, только цедра. Я его уже убрала. И вот такими вот дольками. Сушился он где-то 55 градусов. Ну не знаю, видимо, может быть он сам потемнел. Скорее всего. Потому что я думаю, при другой температуре, если его сушить, он тоже потемнеет. Потому что это будет очень долго. Он будет подсыхать. Очень ароматно, кстати, всё это пахнет. Очень вкусно. И здесь у меня сейчас сушится вишня. Я решила ещё насушить вишню заодно. Там два ряда. Здесь вот я вчера только положила. А это вот третий день уже сушится. Сейчас я её покажу, попробую. Вот она. Аромат стоит. Уже тоже подсыхает. Это мы с вами будем делать чай ягодный. Наверное, скорее всего. Потому что отдыхала... Не отдыхала, а подплывали мы к Елабуге. И там делали чай из ягод. Ну, я думаю, скорее всего, из сушёных. Попробуем с вами. Наверное, уже может быть в следующий раз они подсохнут ещё немножечко. Я думаю, вишню, наверное, добавить. Сморозину и малину по чуть-чуть. И заварим. Попробуем, что из этого выйдет. Может быть, ещё лимончик попробуем. Будем с вами экспериментировать делать чай. Учиться делать свой домашний, ароматный, вкусный, настоящий. Без всякой химии, кстати, сушилось в этой сушилке всё. Так, делаем чай. У меня уже высохли листочки чёрной смородины. Уже всё. Мята. Вот тут я уже мяту переложила. У меня было мята чуть-чуть побольше. Сейчас я её тоже всё отделю. Листочки я отделяю. Палочки отдельно. И потом я буду вот сюда вот в баночку. Она закрывается вот так у меня. Всё буду туда складывать. Сейчас она ещё у меня пока засыхает. Ещё немножечко влажная внутри. Подожду ещё немножечко. Или будем перекладывать. И также у меня жасмин. Посмотрим, может быть, у меня получится ещё что-то найти. Какую-то травку. Хотелось бы какой-нибудь чабрец или чего-то там. Я её сейчас уже не помню. Обычно я помню, бабушка собирала в поле разные травки. Ну, попробуем. Будем пробовать. А, душица у меня ещё есть, да, сухая. Её тоже добавим. Вот. И вот.